Рыбный фарш Добавляются ингредиенты, в числе которых вытяжка из непромысловой французской креветки, которая и придает крабовым палочкам вкус натурального краба. Процесс дробления автоматизирован и занимает 10-15 минут. Затем фарш поступает в виде маленьких кусочков фаршемешалку, он же кутер. Процесс замешивания также автоматизирован и занимает около часа. Замешивание тройное, крутятся чаша, ножи и мешалка. Затем специалист включает диск для выгрузки теста и оно выгружается в бункер. Именно на этом этапе крабовые палочки приобретают красную полоску. Она появляется при добавлении в часть теста натуральной добавки, экстракта паприки производства Франции. Затем включается пульт и все в очередной раз перемешивается. Благодаря этим ножам тесто в транспортере скручивается в плотный жгут. Полуготовые крабовые палочки, еще не нарезанные, но уже скрученные на транспортере в жгуты, направляются на упаковку. Сначала их одевают во внутреннюю пленку. Затем длинный жгут нарезают на палочки. И дальше по транспортеру в руки упаковщикам. И именно они следят за тем, чтобы крабовые палочки лежали красной полосой вниз. Затем палочки поступают в вакуумную упаковку. На этом же этапе проставляется и дата изготовления. Отдельный сотрудник следит за тем, чтобы на каждой пачке была пропечатана дата, не срезался штрих-код, чтобы палочки в ней лежали ровно и красиво. После того, как с упаковки стечет вода, продукт на час помещают в морозильную камеру. Шоковая заморозка не дает образоваться ледяным кристаллом. Кроме того, перепад температур убивает всю вредную микрофлору. И последний этап. Упаковка в гофтару с обязательной маркировкой. Отметим, что помимо всем полюбившейся крабовой палочке императорская, на заводе «Квен» выпускает улучшенную крабовую палочку «Токима» с повышенным содержанием фарша суреми. Для ценителей кулинарных рыбных изделий есть рыбная колбаса и полуфабрикаты от торговой марки «Акваланч». Но настоящим прорывом стал выпуск уникального морского деликатеса – суперснежный и снежный краб «Токима». Это имитация крабового мяса, полностью повторяющая его вкус и волокнистую структуру. Но об их производстве мы расскажем в другой раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!